Коллеги, всем доброго дня. Мы вновь рады приветствовать вас на канале выставки Home Textile & Design. Сегодня мы открываем новый цикл интервью. Этот цикл будет посвящен зоне интерьерных решений TrendRooms. В этом году зона TrendRooms получила большой отклик у профессионалов отрасли, и мы решили записать серию выпусков с автором комнат. И сегодня наш первый эфир с Ольгой Филимоновой. Ольга – автор комнаты «Ресторан». Она реализовала Trend Связь времен. Ольга является текстильным декоратором, дизайнером. Также она победитель премии текстильных дизайнеров и декораторов 2021 года в номинации «Реализованные проекты текстильного оформления общественных пространств» у Ольги собственной швейли церкви и студии текстильного дизайна «Филимоновый текстайл». Ольга, вам слово. Здравствуйте, Полина. Здравствуйте, все коллеги. Мне очень приятно, что... И в то же время волнительно, что я первая записываю вот такой для вас обзор Trend Room и готова делиться всем, что показалось интересным. И по отзывам уже у меня есть некоторые запросы, вопросы, и я с удовольствием все расскажу. Ну, два слова еще про нас, кто мы и что мы. С удовольствием вам расскажу, как долго и как мы шли по этому пути, когда мы начинали. Ну, это буквально вот маленький слайд, сейчас я вам и прокомментирую его. Да, ну вот это, собственно, наш стенд сначала у нас в слайде. Это ресторан, который называется «Лес Поля». И заданная тематика «Связь времен и искусство, традиции, ремесла». Все, что, в общем-то, касается нашего славянского русского духа и, в принципе, что мы можем перенести, в общем, в современность и осмыслить это, и как-то, может быть, даже оседать. Здесь я постаралась сделать так, чтобы не было, ну, то есть, слово русский, русский, чтобы не было прямых таких лубочных ассоциаций, как ошники, матрешки, прялки и все остальное, хотя, в принципе, в этом нет ничего плохого, но хотелось бы это несколько переосмыслить и создать какую-то свою философию, свое восприятие наших культурных традиций и кодов славянских. Ну, в общем, очень надеюсь, что у меня это получилось. Сейчас буду рассказывать вам дальше. Создали образ ресторана под названием «Лес Поля» с тематикой «Связь времен». Использовали много всего, много ручного труда, много задумок о печати на ткани со своими эститами, со своими разработками. Наши мастерицы сделали потрясающее из 350 лепестков из льна зеркала салфетки с печатью, вот это вот шелкографии тоже с русскими орнаментами. Здесь печать на ткани тоже мы взяли из корички орнамента и воссоздали. Сзади нас панно, выполненное вручную, из 280 бархатных подушечек. То есть, наш тренд-рум – это действительно много-много труда, задумок. Я очень рада, что у вас как-то получилось, им очень нравится, и у вас нравится, нравится нам. Лимонова текстиль, рада будем вам. Приходите к нам, любой заказ для наших заказчиков. Ольга, очень красивый ролик. Ольга, скажите, пожалуйста, а как вообще родилась вот эта идея создания именно такой комнаты, да? То есть, вот эта концепция, да, вы говорите о том, что вы переосмыслили как раз-таки славянские мотивы, да, славянские коды. Вот почему он на такой образ в итоге получился, да, то есть с лепестками, с ряской, да, на зеркале? Расскажите немного подробнее об этом. Ну, как я сказала, не сразу пришла, конечно, эта окончательная концепция ресторана, было несколько разных задумок, но я остановилась на ней. Хотелось создать такой образ уютного ресторана, какого-то места, где можно немножко прийти и расслабиться во время, допустим, это в центре мегаполиса. И хотелось создать такую приятную мягкую атмосферу, которая дает какой-то отсыл к нашим корням, традициям и тем же русским ремеслам, искусству и так далее. Вот здесь видите зеркало, которое, в принципе, если смотреть, ассоциативно относит нас к северному зодчеству, да? Вот все мы знаем хуфала, которые сделаны из деревянных чешуек на севере нашей, так сказать, большой родины. И здесь же еще ассоциативный ряд с хвостом русалки, сказки Пушкина и так далее. И хотелось бы сделать что-то такое, что родом из детства, приятные воспоминания, которые уже вписаны как коды в наше сознание, да, из детства, русские сказки, какие-то былины, какие-то такие приятные для нас воспоминания детства, когда с родителями мы ходили гулять в лес, рассматривали там растения, цветы и так далее. Сзади вот эта стена, панно такое, которое имитирует стену из мха, такие вертикальные зеркальные вставки, которые дают такую некую глубину, загадочность, возможно, какое-то ощущение воды и так далее. Ну, тут сочетание, опять же, вертикалей и каких-то орнаментов. Вот слева, если вы видите, это традиционный славянский орнамент, где изображена какая-то птица с человечком. Там у нас еще есть в салфетках подобные орнаменты. И часто мы знаем, что все, что связано исторически с нашими корнями, это было связано с природой. Отсюда, отсюда, к природе, к такому спокойствию, умиротворению, к лесу, к полям, с цветами, растениями, с колосками. Вот там рядом с панно это обои, ну, такой фреска как бы от наших партнеров, коллег Мандерс, Little Green. Там, опять же, отсыл к такому полю, разнотравью. И так и хочется услышать шум леса и щибет птиц. В общем, было такое пасло. Там еще мы дополнили это все ароматами драпа, прекрасной той же фирмы «Дом свечей». И очень многие говорили, что вот этот эффект с такими запахами и ассоциациями леса очень-очень хорошо сочетался. Вот здесь видно справа салфетку. Это тоже разработан нами орнамент был на основе классических. Тот же, тут можно сказать, какая-то мифическое животное. Может быть лошадка, может быть нет. И это техника салкографии. С использованием таких современных технологий специального нанесения это очень похоже на вышито. Очень постоянно заказчики, постоянно посетители спрашивали, что это такое, как это вышито. Но при этом, когда мы говорили, что это не вышито, а такой способ нанесения на ткань, печать такая, причем это напечатано вручную было, разработала и помогла нам Дарья Сидоренко, выпускница британки. И мы с ней вместе вот это вот все придумывали. Здесь очень много вообще идей, которые рукотворные. Вот, например, вот в этой стене, да, вот сейчас мы видим абажур, который с такой ногой, которая... Это как раз использована наша коллекция тканей, которую я разработала, я чуть позже еще несколько слов скажу, с градиентами. Я где-то год назад решила создать свою коллекцию тканей на основе льняных базовых основ. И то, что не хватает, в принципе, мне для работы, то, что я считаю, не хватает вообще в нашем текстильном сегодняшнем, на нашем сегодняшнем рынке, это красивые, сложные, природные цвета, которые сделаны в крупные орнаменты, либо градиенты. Вот здесь как раз на абажуре, и вот справа это кусочек из нашей текстильной новой коллекции акторской. И абажур – это тоже полностью ручная работа, да? То есть у вас вообще в комнате, я понимаю, очень много было предметов именно ручной работы, то есть начиная с салфеток, заканчивая абажурами, светильниками, рамой для зеркала. То есть даже, я так понимаю, то, что было на шторах, это тоже, опять же, индивидуальный принт и индивидуальная печать фактически. То есть практически все, что в этой комнате, это индивидуальная, это ручная работа. Да, на шторах здесь тоже есть печать. Вот сейчас мы найдем. Ну вот, да, это тоже разработанный принт, и хотелось, чтобы это прочитывалось, но в принципе не было совсем таким вот уж откровенно лубочным, лубочной практикой передачи. То есть он очень увеличен и тут частично вставлен, да, в эту ткань, которую мы тоже, допустим, мы не могли найти готовый цвет, который нам был нужен, и это тоже крашеный, вот сейчас вы видите то, что мы крашили, сами красили на базе аршанского льна. И вот этот принт, видите, он такой достаточно деликатный, не очень яркий. Хотелось, чтобы все-таки это прочитывалось, чтобы вот эта философия, связи временной и ремесел, она показывала везде, где это угадывалось, и чтобы хотелось рассматривать, прочитывать, и как бы, чтобы кругу человек, когда вокруг себя смотрел, он понимал, о чем это, что это несет, что этот ассоциативный ряд возвращает все, замыкает круг. Вот видите, панно, которое тоже ручной работы с использованием шерсти, и она тоже, как бы, опять же, входит в этот круг, ассоциативный ряд. Мы вспоминаем, что когда долгими любимыми русские христианки сидели, пряли пряжу и вязали какие-то изделия, и все это, как бы, должно было замыкаться, чтобы хотелось оглядеться, посмотреть, пощупать, потому что, конечно, в этом небольшом пространстве было страшно перегрузить, но при этом создать такую атмосферу, чтобы человек заходил и останавливался, вздыхал, смотрел вокруг, вспоминал, уходил в свое какое-то детство, приятное ощущение. То есть это прям целая такая... Хотелось бы, чтобы это была целая философия этого пространства. Не знаю, насколько нам это удалось, но как бы по отзывам мне приятно, что многие это заметили. Да, на самом деле абсолютно точно удалось, потому что у нас было очень много восторженных отзывов о комнате-ресторан, и очень интересно, что, несмотря на небольшое пространство, вам удалось его сделать таким многомерным, да, то есть удалось сделать и зонирование, и, собственно говоря, сделать глубину этого пространства. Вот тоже интересно, то есть как вообще создавалось вот это вот, ну, то есть в таком небольшом пространстве, как вот вы его зонировали, да, то есть были какие-то принципы, которыми вы руководствовались при этом. Да, конечно. Хотелось выделить зону непосредственно, так как это ресторан, зону стола. Над ним как раз в данном случае у нас не было возможности в связи с определенными требованиями пожарников, как вы знаете, делать ряд столиков или что-то. Мы должны были соблюдать определенные отступы. И вот над столом вы видите два светильника, которые именно эту зону выделяют. Они достаточно лаконичные. И все равно хотелось бы, чтобы это был отсыл к каким-то растениям, каким-то цветам. Ну вот это мы хотели показать бутоны каких-то колокольчиков, которые еще не распустились. При этом их два. И это все равно какой-то ритм задает. Вот. И расписаны, ну здесь может не очень видно, они не расписаны тоже с растяжкой, с грудиентом от такого зеленого цвета к молочно-белому. И вот я надеюсь, что это отсылка с какими-то ясными колокольчиками все-таки здесь и видна. И зона стола выделена. Над ними вот висят вот эти два крупных таких предмета довольно лаконичные формы. И сзади как раз вот это панно, которое сложное, которое хочется разглядывать. Я знаю, что многие посетители приходили и прямо туда пробирались, чтобы пощупать, посмотреть, что это такое. И вот эти 280, ну там разные оттенки зеленого бархата, 280 бархатных подушек трех величинских не очень специально ровной формы. То есть не хотелось делать прям круги или какие-то овалы. И вот они все вот оформлены вот такими гирляндами, как статиной, с ряской, возможно, с самком астрируются. Ну, во всяком случае, с чем-то природным. Вот. Ну, это... А сколько потребовалось времени на создание вот этого панно, собственно говоря, такого трудоемкого? Ну, на самом деле, Полин, вы же знаете, что мы утвердили эскизы где-то в мае, насколько я, 1 июня как-то вот так. Да, и, собственно говоря, если посмотреть на эскиз, потом, к сожалению, мы, наверное, сюда его не повесили, но можно будет посмотреть у нас в Инстаграме или где-то. Мы не сильно ушли от... Кроме этого ряда столиков, мы не сильно ушли от нашей первоначальной задумки. В общем, почти сразу мы и начали это воплощать вот эту нашу идею. Не будь у меня собственного швейного цеха, конечно, вряд ли бы я смогла сделать такое чудо, потому что девочки между выполнениями, ну, конечно, основных там заказов, работ, шили вот эти подушечки, мы их складывали, их была такая гора. В результате, когда мы начали их монтировать, оказалось, что нам не хватило, еще около ста мы даже заделывали, так же, как и с зеркалом, шуек оказалось больше, чем мы так примерно просчитали. И я, конечно, очень благодарна девчонкам, потому что они поднеслись с таким энтузиазмом, они как бы смотрели там, показывали, думали, как сделать так, чтобы это все выглядело достойно. Мне кажется, что, в общем-то, мы справились. Да, да, это вообще прям очень, наверное, такой прям очень-очень задумывающий, то есть вообще эти арт-объекты, они, можно сказать, стали центром притяжения внимания, то есть их все фотографировали, то есть очень много зеркала, очень по-новому было много на фотографиях в Инстаграм как раз-таки у посетителей. Вот, Ольга, расскажите, а были ли какие-то, возможно, необычные технологии отшива вот как раз-таки этих диктильных арт-объектов, да? Может быть, тоже было бы, наверное, интересно вашим коллегам об этом услышать, да, потому что всегда, ну, скажем так, опыт коллег, он помогает, да, здесь самим совершенствоваться, да, узнавать новое, да, это вот очень сейчас ценно. Ну, в технологии мы пробовали как бы разные виды вот этих вот подушечек. Понятно, что нельзя было делать очень как бы сложную технологию, потому что с таким количеством это было бы не справиться. Ну, делали несколько видов. Сначала сшили девочки, выворачивали, там, утюжили, аккуратненько набивали это все синтепоном. В общем, создавали такой эффект, вот тут сзади зашита вот как раз такая дырочка, вот так оно клеилось. Создавали эффект такой вот плюшки, да, которая, в общем-то, достаточно гибкая и можно, если использовать с наложением, вот как здесь одно на одно, то можно создать эффект такой небрежной природности. Ну, что касается пошива и льна, это достаточно обычное дело, традиционное. Единственное, что градиент, мы всегда помним, что градиент это ткань, которая нужно либо менять нитку, либо использовать что-то полупрозрачное, типа мононитки. Ольга, мы с вами говорили о технологиях пошива, и вот многие наши посетители интересовались технологией пошива зеркала, да? То есть это делалось по тому же принципу, что и стена из мха, или была какая-то другая технология использована? Ну, собственно говоря, нет. Это я разработала форму этой чешуйки, она была зашита в виде такого овала с одной стороной, которая не зашита, туда вкладывалась, естественно, мягкая вставочка из синтепона для того, чтобы создать объем, и выворачивалась, и, естественно, отпали. Тут сложность только в том, чтобы аккуратно, вот такую малую окружность, относительно аккуратно можно было вывернуть и отпарить, чтобы не было никаких острых углов, потому что надсекать и так далее, это довольно сложно. Но так как это лен все-таки достаточно пластичная ткань, которая подвергается тепловой обработке, я считаю, что очень достойно. Ольга, скажите, пожалуйста, а вот был ли у вас опыт создания таких арт-объектов именно у коммерческих заказчиков? Или все-таки арт-текстиль и арт-объекты – это больше история про выставки, про музеи, может быть? Или все-таки коммерческие заказчики тоже иногда такое просят, и тоже вы для них что-то подобное делаете? Ну, скорее, это история для выставок, потому что, чтобы вставить арт-объект, он должен быть в задумке изначально того, кто проектирует весь интерьер, то есть в задумке дизайнера. Если дизайнер как бы настолько темно общается с нами, с декораторами, и эту задумку он… То есть человек должен придумать и знать точно, что это кто-то сможет воплотить. Поэтому вот как раз вот это посыл для дизайнеров интерьера, которые могут понимать, что мы гораздо больше можем, чем они привыкли думать все. Ну, то есть шторы, ламбрикены, карнизы и так далее. Мы можем гораздо больше. Главное – разбудить фантазию. Мы только как бы всегда готовы сразу подхватить и развить любую, ну, даже самую безумную фантазию. У меня из арт-объектов, так как у меня все-таки художественное образование, я несколько раз выполняла вручную роспись панно. Вот когда-то я делала японской стилистике квартиру, там было панно на такой очень фактурной ткани из дикого шелка по мотивам японских гравюр. Это оказалось очень эффектно, и клиент был в восторге. То есть это, ну, это уже, скажем, больше, наверное, арт, чем предмет на искусство. Ну, в общем, можно сказать, что это был арт-объект, и он был подвешен на специальной палке и так далее. И в одном из первых проектах, когда я только начинала свою деятельность, я оформляла один, ну, как бы очень такой знаковый мебельный салон. И там тоже были как раз задумки, которые, собственно говоря, я не общалась с архитектором, но подхватив общую стилистику, я сделала там шторы, на которые были мононитю нашиты, собранные мной в лесу, такие сухие веточки. А это было с цвета на крахмале на эпохи, и это тоже выглядело как арт-объект. Это были не поднимающиеся шторы, они были на ставинках, которые закрывались и открывались на таких медных. И это было очень интересно. Вообще, я люблю фантазировать. Если дадут хоть какую-то малейшую возможность проявить фантазию какую-то, сделать что-то необычное какое-то, скажем, в рамках тренда, в рамках проекта, то я всегда это подхватываю с удовольствием. К сожалению, у меня не осталось фотографий того самого первого, так сказать, арт-объекта, но тогда очень многие, кто посещали этот салон, пришли, именно искали меня, пришли, потому что им понравился вот этот необычный подход. То есть нестандартный, необычный, когда можно проявить свою фантазию, и еще, тем более, что мы можем, так сказать, с помощью прекрасных моих девочек из швейного цеха воплощать всякие необусственные желания дизайнерам и декораторам. Вот, и как бы я горжусь тем, что, конечно, у меня такое чудесное есть, как сказать, не подспорье, а даже это мое преимущество, вот чудесный швейный цех с моими мастерицами, которые готовы экспериментировать, я им за это всегда очень благодарна. И мы, кстати, всех приглашаем, мы сотрудничаем с декораторами, и мой швейный цех к вашим услугам, если хотите, всех приглашаю. Да, я надеюсь, что как раз-таки наш эфир посмотрит дизайнеры и поймут, что, в общем-то, текстиль это гораздо больше, чем шторы, чем покрывалы или подушки, что можно создавать вот такие уникальные совершенно вещи для заказчика, необычные, которых больше ни у кого не будет, в общем-то. Ольга, вы еще упоминали о том, что у вас есть собственные коллекции тканей, вот тоже очень интересно, да, это вообще так достаточно, ну, в общем-то, мне кажется, нечасто, что у текстильного дизайнера есть еще свои коллекции, вот расскажите об этом немного подробнее. Ну, да, я задумала эту коллекцию уже пару лет, даже тройку назад, потому что мне всегда что-то не хватало в готовых тканях, хотелось большего, чем есть, чем то, что я могла найти. Не хватало именно вот таких крупных дизайнерских принтов, которые, ну, вот здесь видно, что, да, это источники вдохновения, вот, знаете, ткань, природа, горы, лес, река, травы. И внизу вот эти родившиеся оттуда принты, то есть ткань, если она, допустим, вот градиенты, их очень вот справа внизу в углу, вы видите, градиент, который, да, вот, допустим, здесь еще они крупнее видны. В современных минималистичных пространствах, которые любят показать сложные фактуры, натуральные, камень, штукатурка и так далее, часто бывает трудно писать какой-то орнамент, будь он цветочный орнамент, либо геометрический, ну, простой, который паттерн, так называемый, потому что это кажется чужеродным. Что остается? Однотонные шторы. Ну, это скучно. Однотонные шторы, они тоже прекрасны, они подчеркивают вертикали, струящиеся линии и так далее, но хочется что-то, чего-то большего. Вот вытянутый градиент на высоту 3,5 метра, к примеру, как у нас 3,40, вот эти купоны, да, с градиентами, в прекрасных сложных оттенках близкой природе. Вот тут можно посмотреть, что от холодного серого через теплый выходит в молочный, как бы растяжка цвета идет, либо вот этот крупный такой орнамент. Вот эти линии, которые переходят в арки и, собственно говоря, отсыл такой к античности небольшой, это тоже очень хорошо вписывается в современный, минималистичный, либо современный классик. И найти таких тканей готовых, ну, практически невозможно. Поэтому мы создали вот такую коллекцию, сейчас там 25 принтов, 25 дизайнов, в том числе с эффектом амбре. В половине принтов в актуальных цветах, которые мне лично очень нравятся, 340 высота купона. И я считаю, что, да, мы продолжаем. У нас сейчас уже разработаны где-то 12 дизайнов. Мы как раз хотим их показать на выставке Абду, которая начнется 28 октября, да, на Винзаводке. И потом еще мы будем участвовать с этими же тканями выставки неделя дизайна, московской недельной дизайна на ВДНК. Так что сейчас у нас на подходе, надеюсь, что к выставке уже не будут, готовы к каталоге. И, в общем, очень-очень я волнуюсь, жду, какая будет реакция. Но первая реакция, которая была, когда мы показывали на предыдущей выставке «Арддом», особенно от архитекторов и дизайнеров интерьера, просто прямо превосходная. Я даже, это даже больше, чем я ожидала. Потому что все говорят, что вот не хватает таких крупных, лаконичных, современных, стильных орнаментов, которые можно вписать в такие современные интерьеры. Вот, ну это такое, всех приглашаем на выставку «Арддом» с разрешением. Вот Полина, потому что это совершенно выставка общего дизайна. И на неделю дизайна, московского дизайна на ВДНХ, она начнется 1 октября, по 6 на ВДНХ. Мы тоже там будем присутствовать. И надеемся, что вы как бы заинтересуетесь, приходите. Мы очень будем рады сотрудничеству с коллегами. Надеюсь, что вам это понравится, потому что я стараюсь, ну, не только для себя, а для вас и для своих коллег. Вот, и еще что мы хотели сказать, что мы попали в шот-лист придуманной и сделанной в России, который организовывает музей декоративно-прикладного искусства. Мы будем там присутствовать. Наши вот эти новые ткани из коллекции. Мы, как сказать, гордимся. Даже не ожидали, что там всего 12 участников. Было подано 900 заявок. Всего 12 участников в категории декоративной текстиль и декоративной ткани попали в финал. И до 12 ноября по конец февраля мы будем там присутствовать тоже и в экспозиции, которая выставка так и будет называться. Сейчас вспомнила. Институтность предмета или как-то так. Нерода предмета, вспомнила. Да. Ну, это такая минутка самореклама. Да. Ну, вам удачи большой. То есть надеемся, что вы выйдете не только в шот-лист, но, собственно говоря, станете победителем. Так же, как вы были у нас победителем в реализованных проектах общественных пространств в плане текстильного оформления. И как раз таки, наверное, практически последний вопрос, который хотелось бы обсудить, это, собственно, актуальные текстильные тенденции именно в общественных пространствах, в частности, кафе и ресторанах. То есть я так понимаю, что все-таки вы как раз таки являетесь экспертом в этом, да, то есть не случайно вы у нас были победителем, да, вот расскажите об этом, пожалуйста. Я думаю, тоже нашим зрителям будет это интересно. Ну, вот тут понятно, что текстиль в ресторане играет какую-то роль не во всех ресторанах. Смотря, это нужно понимать концепцию, задумку. Есть довольно минималистичные дизайны, где вообще нет текстиля. Есть там, где есть текстиль. Вот, например, в данном случае ресторан «Шаре», который оформится как раз то, что мне показалось, как-то перекликается с нашим тренд-румом, да, расслеживается искусство, ремесла, связь времен и так далее, и создает, конечно, определенную теплоту. То есть в этом интерьере хочется задержаться, расслабиться. Он достаточно претестильный. Тут есть растительные какие-то мотивы, живые вот цветы, перекликаются вот эти мягкие рукотворные вязки из-за полотен, панно, которые тоже сделаны с использованием какой-то пеньковой веревки, текстиль и так далее, но при этом без перебора. Я считаю, что хорошо, что они не использовали скатерти на столах, тут хорошее сочетание деревянных, макуральных факты и вот такого как бы природного текстиля в природных оттенках. Ну вот только стулья, они дают цветовой какой-то такой акцент. Ну, я считаю, что прекрасно обходили. Это как раз то, с чем мы победили в прошлом конкурсе, я решила показать. Это тоже общественное пространство, поэтому здесь можно показать. Здесь уже, пожалуйста, вариант очень современного интерьера, достаточно министичного. это Центр Ресурсного Состояния Человека. Это новый формат, пар, релакс, пространство. Здесь текстиль, его много, но он воспринимается скорее как как раз арт-объект. И я считаю, что вот это один из примеров использования текстиля в виде арт-объекта. Вверху это такое, я даже не знаю, это светильник, потому что там есть подсветка. Это выполнено из многих слоев тюля, достаточно простого. И сделано определенным образом лекала, мы выстраивали и так далее. И там есть еще воздушные потоки, пускаются с помощью специально сферированных индикаторов. И это подсвечивается, колышется, создает ощущение какой-то ветра, филакта, свободы, я не знаю, всяких, вот со всякими такими ассоциациями это связано. И вот, пожалуйста, один из примеров использования текстиля в каком-то объектах. Ну да, то есть вместо массивной люстры такой светильник необычный из ткани многослойной. Да, который дает, кстати, очень приятный, рассеянный, расслабленный эффект. И можно его регулировать, естественно, можно использовать практически, когда в полутьме, как слегка, еле колышусь, если какое-то такое, я не знаю, я даже не знаю, как. У меня это ассоциируется с парусами, с какими-то колышами, когда колышутся на ветру какие-то полотна, вот что-то такое. А здесь вот я хотела сказать, что сейчас в ресторанах, конечно, очень часто используется бархат, и он, в принципе, дает тоже ощущение уюта, комфорта, поглощает свет и дает такие активные, приятные ощущения. И здесь вот с помощью вот этих интересных диванов, сидений, конечно, создается очень современный интерьер. То есть это когда в современном интерьере текстиль показан тоже как часть предметного интерьера. Это, я считаю, что красивый. То есть не нужно, допустим, я думаю, их нет, вешать шторы, но я считаю, что это вообще гениальное использование таких обтекаемых поверхностей, форм. То, что сейчас очень-очень в тренде современном, естественно, вообще в дизайне это очень хорошо использовано. То есть бархат используется не только в классике, да, но он может также быть отлично использован и в современном интерьере. Да, да, это вот легчайший пример, что прямо очень современный интерьер. Вот достаточно минималистичные интерьеры тоже, где ткани, вот еле соцедели, да, прекрасный ресторан с грузинским таким, с камеком на грузинскую тематику. Тут интересные светильники, которые тоже, в общем, можно отнести к текстилю, потому что они выполнены из веревочек интересной формы. Чехлы достаточно лаконичные на стулья, опять же, сочетание всего монохрома, буквально цвет дерева и белый цвет натуральных тканей. Идеально, без перегруза, очень современно, я считаю. Стулья чем-то похожи на те, которые у нас были на интерьер-друме. Это как бы без перегруза, но при этом стиль тут достаточно хорошо присутствует. Я тоже считаю, вот это очень удачно вместе со стечильниками, очень удачное оформление. Да, тоже такое переосмысление культуры получается. То есть есть отсылки, но они такие вот, как полутона, полунамет, фактически, получается в этом ресторане. Да, ну вот это вот как раз вау. Это когда тоже, смотрите, стильник как арт-объект, причем он один, там есть обычный свет, ну который не столько привлекает внимание. И это такая тропическая атмосфера за счет вот как раз декоративного стиля, шторы, поддержанных цветами и графикой на стенах, вот росписью или пресками. И достаточно ярко, современно, смело, можно сказать, прямо тоже в трендовых цветах. Я считаю, что прямо вот цвет потолка и сочетание зеленого, здесь что-то у нас тоже есть какая-то ассоциация, хотя я эту картинку раньше не видела. Но все мы следим за трендами мировыми, за выставками, и не зонам шеи, также вот хайн-текстиль всегда задает тренды. Ну и вот если поговорить в заключении, я хотела бы поблагодарить, поблагодарить, конечно, за возможность участвовать. Для меня это был такой интересный опыт, это была, как сказать, борьба с собой. Я, в общем, до конца была не уверена в результате и все время хотела что-то переделать. Да, до последнего меня уговаривали мои девочки, коллеги мои, что все будет хорошо, потому что я когда это по ночи не была сконтирована, бояла, говорила, ой, как это пошло, мне все уже не нравится, я все хочу переделать, убрать. Спасибо огромное за вот это вот, за такой драйв, за такие ощущения, за свободу творчества, за то, что вот где ты можешь создать интерьер, не оглядываясь на заказчиков, на кого-то. Спасибо большое вам, хайм-текстилю, выставке, которая вообще все равно лидер всегда будет и останется лидером в нашем текстильном, так сказать, мире. Все равно это главное выставка. Было так приятно работать, я прямо получила огромное наслаждение, заряд, и как бы хочется творить еще больше. Ольга, взаимно вам тоже огромное спасибо. Вот, может, два года с вами сначала по премии, да, в этом году по тренд-зоне, вот сейчас с эфирами, так что желаем вам большой-большой удачи. И вот тоже, наверное, последний вопрос, да, наших, собственно говоря, подписчиков, да, о чем вы мечтаете? У нас был такой необычный вопрос, да, но как раз, наверное, он тоже очень-очень в тему, да, о чем я мечтаю? Я даже не знаю, у меня много мечт, да, но я скажу одну большую мечту, нет, сначала одну небольшую мечту. Мы сейчас много, ну, пообщались с коллегой, Наталья Зориной, наверное, ее все знает, она читает часто лекции, и у нее очень хороший курс есть по созданию своей коллекции, и она сказала такую интересную вещь. «Олька, я тебе желаю», ну, то есть она много сказала мне приятного про ассоциации, про то, что это интеллектуальный интерьер, который я создала в этой тренд-зоне, и что хочется, уходишь, приходишь в такой ресторан вроде покушать, а уходишь в целой философии в голове с какими-то приятными ассоциациями, эмоциями, отсылами, и она сказала мне, я тебе желаю, чтобы нашелся кто-то из рестораторов или дизайнеров, которые делают хорику, который бы воплотил вот эту твою идею, и можно было бы прийти в этот ресторан, посидеть там, пообщаться, полюбоваться, вкусно покушать и так далее. Традиции русского гостеприимства есть, опять же, милышки. И она говорит, и я с удовольствием бы в такой ресторан прямо пошла. Вот мне очень запали ее пожелания слова. Вот это одна моя мечта, одна моя, а большая моя мечта. Я хочу с новой коллекцией завоевать мир. Я хочу, чтобы мои ткани присутствовали везде, на хайм-текстиле в первую очередь, чтобы в других странах тоже знали мои авторские ткани и коллекцию телемодово-типси. Вот это моя большая мечта. Пусть все получится, Ольга. Пусть все получится. И я вот первым посетителем вашего ресторана. Потому что нам тоже очень-очень понравился ваш проект. Спасибо. Спасибо вам большое за эфир, за вашу работу, за ваш труд, за творчество, за то, что вы делаете. Коллеги, спасибо тоже, что нас смотрите. Собственно говоря, наши эфиры продолжатся 8 ноября. 8 ноября мы встретимся с Еленой Беликовой, поговорим о номере в отеле и о тренде опора, точка опоры. И следите за нашими новостями на нашем канале, в наших группах и на нашем сайте. И до новых встреч. Спасибо за внимание. Спасибо большое всем. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok